Дум не разостали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они это знают. Забота о себе. Для кого-то важная, для кого-то средственная. Сегодня в программе мы поговорим о предстоящей дате. 31 мая отмечается Всемирный день отказа от табака. Курение является глобальной проблемой общества. Ежегодно в России от причин курения умирает около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, от наркотиков или СПИДа. По статистике в России курит около 40% населения. А губкинцы признаются ли в своей пагубной привычке? Я не курю и не начинала. Мне кажется, это отвратительно. Вообще не курю сигареты. Прививающийся его здоровьем. Никогда не курила, не пробовала. Как-то вот не было желания. Я не считаю это модным. Второй еще курил. Уже года пять как бросил. Нет, это не модно. Я не курю. Нет, я не курю. Я считаю, что это не модно. Потому что вообще это ужасно. Не знаю, как можно быть такими людьми, которые курят. Во-первых, это очень большие траты денег. Тратишь свое здоровье. Модно, не модно. Ну, это вредная привычка. Новый курить? Ну да, бывает. Да, я курю, но не думаю, что это модно. Это вредит нашему здоровью. Бывает иногда курю, но нет, конечно, это не модно. Миллионы людей на планете имеют вредную привычку курить. И существует множество причин, почему люди начинают курить. Хотя психологи уделяют три основных. Одна из них – постоянные потребности стимуляции органов чувств. Люди привыкают чем-то занимать свои руки, курить, вдыхать дым и ощущать никотин. Так давайте узнаем у Губкинса, в чем причина начала курения. Хотят попробовать, как средства, которые запретны. Бывает запретный полусладок не зря говорят. Скорее всего, от человека зависит. То есть, если даже какая бы компания там не была, как бы тебя не заставляли. Если у тебя есть свое мнение, то тебя никто никогда не заставит. Самого человека. Профилактика нужна. Вот надо начинать уже, я так думаю, поскольку продвигается время очень быстро. Наверное, я так думаю, уже с начальной школы надо эту тему поднимать. И надо проводить чаще классные часы. Родителям беседу проводить обязательно. Чтобы сократилось, это нужно, как бы, продавать сигареты, как бы, только, ну, строго, как бы, за 18 лет. Прежде всего, для себя вред. Не то, что общество. Я не знаю даже. Каждый должен прийти к этому сам, когда-то проснуться и понять, что курение – это не так красиво и не так приятно. Наверное, это проблема самого человека, потому что никто никого не заставляет курить, и человек сам принимает такое решение. Ну, что мы можем сделать? Запретить табак, наверное, или еще больше цены поднять. Но мне кажется, это людям не помешает. Спортом заниматься больше. А так, в принципе, это дело лично каждого. Курение – это проблема самого человека. Чтобы стало меньше курящих, я думаю, что надо ограничивать курящих людей от некурящих. Это, конечно, проблема человеку уже идет. А чтоб сократилось, я не знаю, например, начать, прекращать продавать сигареты. Еще одна причина курения – это недостаток информации. Если бы человек знал, что в табачном дыме содержится около 40 опасных химических соединений, вредных для организма, которые вызывают рак, то он бы, возможно, задумался перед тем, как начать курить. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 12% опрошенных выкуривают более пачки в день. 59% опрошенных не курят. Так что же можно сделать, чтобы процент курильщиков снизился? У всех разные причины. Кто-то считает, что это модно. Самого человека больше зависит, потому что каждому человеку что-то сидит в своем. Ну, я думаю, мне кажется, что больше всего надо общество привлечь к спорту. Может, кому-то заняться нечем, не знаю даже. Кто-то там в компании курит и хотят, может быть, на них похожи. Среди вот молодежи я слышу у детей, что это как-то модно сперва, а потом они не могут бросить. Они уже понимают, там, 10-му, 9-му классу, говорят, что вот мы хотим, но у нас не получается, уже вот затягивается сильно. Друзья у меня есть куряги, они обычно курят, когда нервничают. Наверное, чтобы не нервничать. Наверное, чего-то им не хватает от скуки или много денег. Если судить по себе, то, когда я начинал курить, считал это крутым, и сейчас это переросло в привычку, и я не могу бросить курить. Раньше это модно было, все начинали. Ну, в зависимости, это еще от компании бывает, в какой компании ты состоишь. С каждым годом электронные сигареты, так называемые вейпы, приобретают популярность. Производители рекламных компаний утверждают, что они совершенно безвредны и помогают курильщику заменить обычные сигареты. Кстати, с недавних пор такая реклама запрещена. При этом Всемирная организация здравоохранения не подтверждает вред или безопасность вейпа. Хотя он с каждым годом набирает все больше и больше популярности. А как относятся губкинсы к электронным заменителям? Видели, как ходят по улице, курят молодежь, и я отношусь к этому отрицательно. Мне кажется, что да, вредит здоровью. Да, видела, сейчас многие с ними ходят. Мне кажется, что, скорее всего, да, замена. Ну, у меня у самой подруга с такой ходит, курит, но она считает, что это от нее меньше вреда, чем от обычной сигареты. Больше вреда, я так думаю. Почему? Потому что, хотя вот мы детям тоже делаем замечания. Иногда вот я вижу тоже на улице, делая замечания, вот, они нам говорят, это законом не запрещено. Но они правы, но тоже вредности больше. Почему? Потому что подделок много. Знаю, что такое вейп, и как бы, как нам в школе рассказывают, тоже как вейп, то так же почти что вредит, как сигареты. Я не думаю, что эти вещи вредны, но я мало об этом знаю. Однако, считаю, что этим, наверное, к тому можно заменить сигареты нормальные, ну, настоящие. И, наверное, это будет не так вредно для людей. Мне кажется, что они не вредны, потому что у них меньше составляющих, чем в сигаретах. Вредны или не вредны, я не могу сказать, но ученые пока что наказали их вредность. Конечно, вредит. Все это вредно. Сигареты, вейпинг. Там же тоже содержится всякое вредное вещество. Табачная индустрия Сигарету на конфету. Готов. Держите. Благодарю. Да, готов. Держите. Это была программа «Мысли вслух». Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»